В горах Кузнецкого Алатау, где бы ни собрались ту пору приискатели-золотничники, у магазина, вечером в тайге у костра или в обеденный перерыв у шурфа с цебаркой смородишного взвара, разговор заходил всегда непременно о ней и только о ней. О Росомахе. — Где-то там, в глухой тайге, живет женщина, совершенно одна живет, бьет зверя, добывает богатимое золото, не имеет даже земляночки и каждую ночь ночует на новом месте. — Ну, как там твоя баба-яга, а? — спрашивали одни. — Ну, на медне встретил ее в тайге, не плюнул через плечо. — И скажи ты, вернулся на прииск. — А дома корова перестала доитыся. И рассказывается это все с такими подробностями, что многих аж мороз по коже берет. — Да, если бы не Росомаха, не ходить бы мне теперь по земле этой. Не ходить, — рассказывали другие. — Вот, ногу в тайге сломал. — Сгинул бы. — Да Росомаха на меня наткнулась, а. — Скажи ты, версподи, двадцать на себе протащила? — Да. — А после на плоте до села еще и довезла. — А сама-то стара. — А, волосы, пасмы. Изо рта только один зуб торчит. Именно таков и был традиционный портрет Росомахи. — Да брось ты, красавица выдать была баба. Рослая. — Стройная до сих пор. Шо ты таке тут кажешь? — Да и волосы девкам на зависть. — Какий-таки один зуб торчит, а? — описывали ее другие. Легенд, были и не были лиц вокруг Росомахи. Выбирай на свой вкус. И хочешь, рисуй либо бабу-ягу против, либо таежную Аленушку. — Как хошь. И вот я, через тридцать лет, распростившись с работой геолога, вот рассказываю о ней, о Росомахе. А тайга на тысячи верст, тысячи тысяч ключей, горушек, полянок. Кажется, все под одно, но приглядись хорошенько. О, двух одинаковых нет. Мэ-э. Нету. На этой поляне стоит раскидистая черемуха, похожая на корзину, полную спелых ягод. А на другой обломок скалы накрылся плащом из зеленых мхов. По самые брови, а, накрылся. Никто не побачит. И на маковке тюбетейка еще рдеет брусничка. А? И дерева, дерева все разные. Вон пихта попушистей, и хвоя потемнее. Понизу не ветви, а шатер накрытый. В зимнюю стужу туда забираются зайцы и дремлют сторожка. А стройную пихту над ручьем выбрала белка и построила на самой макушке гайно. Рядом торчит сухая ветка с острым концом. Это на ней белки сушат грибочки. Чаще всего подосиновики. Они растут под кудрявой рябиной. Что стоит? Чуть-чуть поводаль здесь стоит. Что им стоит их взять и повесить? И высушить, а? Чего стоит? Стоит. Какие частушки с переливами, с переборами, с пересвистами распевают на ветках рябины молодые дрозды? И ручьев одинаковых нету. Один молчаливый, ленивый, только в дождь заворчит недовольно. А второй, как родился, запоет, так и поет до сих пор, прыгая с камня на камень, спевая. Щедро осыпает всех прохладными брызгами. Ах, какая песня! И не скудеет, нет. А чем дальше бежит, тем полноводней становится, говорливей и радостней. Все бумбокой. Плечами сомкнулись высокие кедры. Под ними всегда полумрак. Клубится порог, пахнет прелью, грибами. В безоплачный день сквозь плотные кроны сочатся дрожащие нити солнечных лучей. Тишина здесь, спокойствие. Крики дровки, потревоженные далеко в горах, кажутся таким громким, что вздрогнешь невольно, а жухи закладывает. Хруст ветки, стук упавший с кедра шишки, хлопанье крыльев несмышленого, все здесь неожиданно. Все. И невольно оглядываешься по сторонам. Хошь, не хошь. Не зная, что увидишь. То ли рысь, притаившуюся в темных ветвях, то ли избушечку на курьих ножках. То ли красавца оленя, а вот и я. И вдруг тайга распахнулась на широких привольных лугах. Распахнулась! В глазах пестрят желтые лютики у ручья, синие колокольчики, ярко-красные лилии, оранжевые жарки жарят осколками разбитой радуги. Все усеяли здесь, всю долину. Жарит все. И все это тонет в медовом запахе трав и теплом сиянии летнего дня. Все жарит. В такой цветущей долине на опушке густых кедрачей построил пасеку седенький, сухонький, сгорбленный дедушка Савва. Да, места здесь привольные. Рыба, орехи, рыбы, яхты вообще сколько хочешь. Кончилась вот эта земляника. Все, следующая иди. Черника поишла, а за ней уже и смородина, потом малина, брусника одновременно вместе с черомухой. Малина сушеная очень хороша с чайком. Да, допустим, баньки, особенно если вдруг за ней можется. Да, да, мертвого на ноги поднимет. На пасеку дедушки Саввы сысой наткнулся чисто случайно, когда ездил по таежным поселкам, скупая смолу и деготь. Понравилось веселое место. Дедушка Савва всегда приветливый. Да, да, а медовуху у него, как в тех песнях, поют. О, пена шапкой, сама льется, сама пьется, все, заходьте в гости. И, закончив с хорошим присолом, какое-нибудь купецкое дело, сюда приезжал сысой. Соберет дружков из соседних сел, те девок пригласят, и на пасеку, и-а. Дедушка Савва переходил в избушечку, а в его пятистенке просторной и светлой. Там все, пели, плясали, мешали все, и день с ночью, и отакаво все вместе. Да, така песня, аж башка пухне. И вот на Саввину пасеку и привез сысой Ксюшу. Помните. Пока играли в карты с Устином, хмель, азарт и необычная ставка Устина туманили голову. «Ксюху ставлю!» «Ксюха она везучая!» «Да!» кричал Устин. Когда же Матрена оборвала игру, на рыках у сысой оказалась Ксюша, а Кустину перешла добрая часть денег сысоя. «Да ежели б сысоя, а то ведь деньги-то отца, а Пантелеймон Назарович крут, да, аж голова пошла кром». «Ну, давай разменяемся», приступил к Матрёне сысой. Та только губы поджала, а утром чуть свет разбудила сысоя и сама помогла усадить в коробок связанную Ксюшу. «Ну, куда деться с девкой?» «Тут похмельный сысой вспомнил про пасеку». «Да, сразу же». «И привёз сюда Ксюшу». Ввёл её в избу, а сам сел за стол под иконы и уронил голову на ладони. «Что же я наделал? Как только вывернусь, и застучал кулаком по столу. Ну, хоть пляши, окаянная!» крикнул он Ксюше. «Позабавь своего господина, хозяин!» «Что, не пляшется?» «А ты браги выпей, морда ты чёрная!» «Не балуй, пусти!» «Пить не буду», отбивался Ксюша. «Не, выпьешь с сысоем!» и, обхватив за шею, сунул ей в рот ковш с брагой. «А?» Ксюша вышибла этот ковш и ударила сысоя. «Ах, ты ещё и драться тут мне!» Ксюша отбивалась табуреткой. Хрустели под ногами разбитые стёкла, но силы были слишком неравны. «Вязать!» приказал сысоем, приехавшим вместе с ним приказчиком. «Вязать скотыняку!» А потом сам, размазывая кровь по лицу, прикрутил её верёвкой к кровати. «Лежать, стерва! Не дрыгайся!» И повернулся к приказчикам. «Вон все на кухню! А я покажу ей, что значит сысой Козулин! Я покажу!» И вот пять долгих дней и ночей тянулся медовый месяц сысоя. «Ну, пляжи!» упрашивал уже осоловевший сысой. «Руки мне развяжи, а ты побожись, шо не станешь драться!» «М?» Но Ксюша молчала. «Ишь, табуреткой как махала, а?» Сысой хватался за плеть, но чаще только грозился. «Ну, шо ты кабянишься? Царевну недотрогу тут меня разыгрываешь!» «Была недотрога!» «Да сплыла!» «Все!» «Любись, пока честно прошу!» «А доведешь, изломаю как ту щепку!» «Не таких крутил!» Заломив за спину связанные руки Ксюши, волок ее в горницу. Ну, время шло, но до сих пор, вспоминая о тех днях, Ксюша вздрагивала от омерзения и жгучей ненависти. Первой ненависти в жизни! Такой же сильной и безоглядной, как и первая любовь! А она пыталась, пыталась бежать. Ее поймали и заточили в маленькой горенке, заперли дверь, ставни, и горенка стала нема и мрачная, как та темница. и уехал с Исой. Раньше Ксюше всегда не хватало времени даже для сна, а тем более на для дум своих. На пасеке времени хоть отбавляй. Впервые Ксюша осталась без дела наедине с собой, и впервые в ее сознании возник вопрос «Почему?» Тот самый вопрос, что переводит ощущение настоящего или грезы о будущем в мышление с разбором прошлого и попыткой проникнуть умом в завтрашний день. Ксюша металась по горенке, кляла дядю Устина сысоя и твердо решила «Не смирюсь, ни за что, надо бежать». Пыталась и став не сломать, но сил не хватило. Дед строив на века. Половицы без топора никак не поднять. Тоже пыталась. Перебрав десятки способов, она искала все новые и новые. и устав от бесплодных попыток, она садилась на лавку, припадала лбом к стеклу и через щели вставни смотрела на горы, на могучие кедры, свободные, что росли за оградкой. «Солдатики» стоят, наблюдают, смотрят. То на колечко с голубой бирюзой смотрела на подарок Ванюшке. Вспоминалось родное село, огромные кедры за речкой. Подносила глазам руку с кольцом и закусывала кулак, чтобы не крикнуть от боли. А Ванюшка как перед глазами стоит, невысокий, румяный, сероглазый, русоволосый, дарит ей это колечко. Вот оно. Родным летним небом голубеет в нем бирюза. И, кажется, Ксюше она, бирюза, сохранила блеск Ванюшкиных глаз. Его улыбка так и застыла в этом теплом сиянии камня. Ванечка, солнышко мое ясное, жених мой нареченный, я уж фату к венчанию купила, Арина муку приготовила для свадебных пирогов. И снова металась по горению в поисках выхода из темницы. Сысойка хочет меня сломать, а не сломает. Жилы тяни из меня, каленым железом жги мое тело, и я больше не крикну. И лазейку все одно отыщу здесь. Окажусь на свободе, в омут не брошусь, и петлю на себя не накину, а сысоя найду, в поганые зенки его как в цыплюся. И вот как-то в Ксюшину темницу забрался шмель. Забрался. Большой такой. Нарядный. Пухлый, мохнатый шмель. Поперек спинки ярко-желтые черные волосы. И он натужно бился в стекло и сердито гудел, потому что не получалось. И Ксюша обрадовалась, что хоть какая-то живая душа рядом. Можно понять, что он делает? Чего добивается? Можно даже представить, что думает. Он тоже ищет выход на волю. А на другое утро шмель снова гудел у стекла и был, кажется, очень голоден. Можно было дедушка и мед попросить, да не хотелось у него одолжаться. Нажевала тюрки из хлеба и положила ему на подоконничек. Бзз-бзз-бзз-бзз Подлетел И с замиранием сердце следило Будет шмель есть Или нет Кажется, ел Только как-то странно Подползет Упрется лапками в тюрьку Ткнет в нее свой хоботок И сразу же взлетает, как ужальный Побьется в стекло А потом снова к тюрке лезет На третье утро, проснувшись, Ксюша не услышала Гуда Подошла к окну А шмель так и лежал на переплете рамы Вверх мохнатыми лапками А сысой, подъезжая к пасеке Всегда чувствовал душевный подъем Душевный И всегда запевал Сегодня он пел особенно громко Но в круги Много дней давил его нечаянный выигрыш И додавил таки Нужда заставила вновь обратиться к Ваницкому Трижды пришлось проситься Прежде чем Аркадий Иларионович принял его в конторе На прииске богом дарованном Вместо здравствуй сказал с насмешкой Ну спасибо, что не забыл хоть И сесть даже не пригласил Сысой проглотил обиду Не привыкать И начал уже сразу с дела Я много езжу, Аркадий Иларионович Холсты искупаю в степи В притаежье деготь Смолу А крестьяне то овес предлагают То пшеницу Могу для ваших приисков закупить Что вам надо Мне как раз попутно Только чтобы мне приятное сделать Издевается И Сысой засопел И сказал безнадежно Пять целковых со ста за куртаж А деньги за год вперед И увидя, как заблестел Единственный глаз Сысоя Как дрогнули его тоненькие губы Ваницкий громко расхохотался Ну вот сколько Сколько раз ты пытался меня обмануть, а? Ну говори, говори Не стесняйся Ну Два А сколько сумел Получилось? Ваницкий Ваницкий твердо решил Денег Сысою Не давать Но почувствовал В просьбе его Какую-то Исключительность Знаете Иначе бы он не пришел сюда После аукциона Ведь так? Ну идем Погуляем по прииску А может в конторе Решим все? Что, успел набедокурить уже здесь, да? Идем в тайгу Я устал здесь И когда вышли на дорогу Аркадий Лорионович резко спросил Сколько надо? Пятьсот? И ждал, что Сысой замашет руками Хватит и сотни Ну, Сысой засопел И отвернулся куда-то в сторону Тысячи надо А Высоко берешь Ну тут дело тут есть такое Что, ой, пальцы оближешь Хитри и додергай себя за ухо А то сам себя обхитришь еще Иди А я поверну домой На том и порешили Таежная дорога Это узкая щель С пихтовыми стенами Колдобины Рытвины Грязь Вон большой сухой кедр стоит Возле него год назад Сысой выманил у Ксюши Половину Прииска Богом дарованного Помните? Тогда, казалось, Деньги сами валятся В Сысоя в карман А они, вспорхнув, Очутились вон В кармане Ваницкого все Ручьи направления Башку ему свернуть надо А тут еще приходится кланяться Как на духу еще признаваться И, отвернувшись, признался Девку я в карты выиграл Да вы ее знаете Рогачевская Ксюша Та, что была до вас Хозяйкой Богом дарована Рогачевская — Фю! А ну давай-ка присядем, а? И Ваницкий заставил Сысоя рассказать все детали той сумасшедшей ночи. Пахахатывал, смакуя пикантные подробности. — Ну, ловкач! Ну, ловкач шустрый! — Первую красавицу села Рогачёва! Ха-ха-ха! Что там твой печорин, а? В тайге не редкость продажа девок. Недавно обнищавший отец продал дочь за куль муки и десятку деньгами. Ну, тут история романтическая. Да, роман. — Ха-ха! Ну, распотешил, а? — А сколько тебе надо денег? — Ну, хоть бы тысячу. Отцу на глаза показаться боюсь. — Ого! Денег своих я не дам тебе ни копейки. Вот что. На этом хотел оборвать разговор и пристал даже. Да сразу сел снова. Когда свергли царя, Аркадий Иларионович сразу учуял, что к власти, очертя голову, прет новая сила, перед которой прежняя просто мираж. Рассосется. — Народ единый, — сказал он своим управляющим приисками и заготовительными конторами. — Един. — Сбавляйте расценки. Не бойтесь. Сейчас над вами только лишь сам Бог, хозяин. Но Бог далеко, а мы здесь, а? И вот так вот съел десяток хозяев самых мелких приисков. Вот это свобода, а? И вдруг на тебе демонстрации, забастовки. Что? Выходит, народ не един, что ли? Не понял, но как-то интуитивно почувствовал. Вроде бы праздник проходит на зыбком болоте. И на всякий случай пристроил счетоводом на руднике Баянкуль жандармского ратмистра Горева. На богом дарованном сторожами прежних городовых назначил. — Будут преданы, как те собаки. Им сейчас негде получить кусок хлеба. — Да. Это же интуитивное чувство заставило его вспомнить и оценить хватку сысоя в делах, где разборчивость ни к чему была. И спросил с интересом. — Сысой. — А ты член партии? — А? — Эсеров? — А как же ж. — Я, Аркадий Ларионович, теперь даже на митингах выступаю про свободу. — Про землю. — Да. — Могу про то, что все люди — братья. — И так могу. — Сысой входил в раж. — Ваницкий все же чем-то заинтересован. — Он может дать деньги, но даром их не получишь. — Надо продать себя подороже. — Надо показать, так сказать, товар лицом, а не кирпичом, значит. — Осторожно поглядывая на Ваницкого, не перебрать бы, а то все испортишь. — Сысой продолжал. — Другой раз так завернул, что народ аж взревет. — Качать, Сысоя, качать. — И качают. — Да что там народ? — У самого слеза в нос, как ударит, бывает. — Ты сам начинаешь верить в каждое свое слово. — Сам веришь. Аркадий Иларионович поощрительно улыбается в ответ и с Сысой заканчивает доверительным шепотом. — Ежели что надо, Аркадий Иларионович, завсегда в блин разобьюсь. — Вы мне только мигните. — А ты Петухова знаешь? — Хозяина мельниц, у которого постоянно бастуют там? — Именно так. — А Михельсона? По быстрому взгляду, чуть прищуренный глаз Ваницкого, Сысой почувствовал, что очень к месту ввернул прозабастовки на мельницах Пастухова, потому и не применул добавить. — У которого сейчас забастовка на анжерских копьях? — Третьего дня там. Чрезмерная проницательность не понравилась Ваницкому, и он сдвинул брови. И Сысой все понял, замолчал, так и не докончив фразы. И только когда подходили к конторе, решился напомнить о себе, почтительно кашлянув. — Ты еще не уехал? — дело наизумелся Ваницкий. Но для Сысой эти слова, как выстрел над ухом. Схватившись рукой за ворот, Сысой взмолился, как если бы увидел вдруг над собой занесенную плетку. — Да я... Да куда же я без денег поеду-то? — Не сгубите, Аркадий Иларионович. — Ну, будьте за место родного отца. А уж я уж... — Да и поздно уже ехать. Вечер вон скоро. Упавшим голосом закончился Сысой. Без сна он провел целую ночь. — Ну, куда же я теперь? — А вначале вроде бы поманил. — Да если со мной по-хорошему обойтись, поддержать, я такую пользу еще принесу, а? И не снилось. — А от Сысоя может быть польза. Больше того, такие люди бывают просто незаменимые. Решил утром Ваницкий. И, вызвав к себе Сысоя, вручил ему письма к владельцу паровых мельниц Петухову, углепромышленнику Михельсону, владельцу универсальных магазинов Второву, в губернский комитет эсеров. — Загляни вот по этим адресам. — Им как раз нужны сейчас люди, связанные с деревней, для особых коммерческих поручений, — подчеркнул. — Они тебе дадут денег. — Но не забудь, кому ты обязанный. — И удалось расплатиться с отцом, потому и настроение — хоть в пляс пускайся. Но была и даже и другая причина, заставлявшего Сысоя петь громче обычного. Поигрывать хлыстом, чтоб конь шел боком, приплясывая, заставляя любоваться ловкостью всадника. Вдостоль, погорцевав перед ставнями пятистенки, подъехал к крыльцу, соскочил со взмыленного коня и бросил по воде Савушке. — Ну, здравствуй, хозяин! Да чего же у тебя хорошо здесь, а? — А Савушка знает, что на пасеке у него действительно хорошо, да? — Да, но гость одни улыбчивый. Можно малости покуражиться, мона, да? Собе удовольствие сие сделать, мона изробыть. А чё не мона? — Хе, кабы истина хорошо-то была, — делана строго бурка и Савушка. — Проехал бы вовремя, а то сулил день через пять, а? Сколь уже прошло, а? Когда ты быв? — Да не серчай ты, дед, ну дела. — Знаю я ваши эти дела в тридцать годков-то. Ты мне скажи, как в жилухе там дела-то, а? — Николашку обратно в цары не поставили? — Не? — А к чему он? — Ну-ка, может, и не к чему. Да и без царя, ну как это, это, как это? Непривычно, что ли? — Царь это, как и икона в углу. Нет-нет, да помолишься, пока зад розгой не гладят. — Какова она, новая власть? Ну расскажи деду. И сысой вспомнил хрустящие бумажки, что получил в комитете эсеров. И одобрительно крякнул. Ха, хорошая власть, дед, хорошая. Достал из переметных сумм сверток, дёрнул его по приказычи лихо, и в воздухе растелился коричневый в горошек сатин. Несколько обратных движений, и сатин уже свёрнут. Всё. И сысой протянул его савушке. — Тебе на рубаху. — О, спаси тебя Бог. — Как она там, а? — кивнул в сторону запертых ставней. И савушка только руками развёл. Но не сказать, что очень уж сильно уросит, но и согласия тоже нету. Вот так. Ежели кобыла зауросит, её плетью ожвёшь, заставишь на дыбках пройтися. И готовенькая. — А? — А вот ежели кобыла характер не кажет, то вот как ты подступишься к ней? — Ай, и не таких объезжали, дед. И сысой достал из перемётных сумм несколько свёртков и крикнул савушке. — Расседлай, огонька! И взбежал на резное крыльцо. С крыльца в сени просторные, светлые. Из сени прошёл небольшую кухоньку. Слева — чистая печь. В правом красном углу на бревенчатых стенах иконы, а правее их — тяжёлые косяки и дверь на запоре. Надо бы сразу пройти решительно, не выказывать робости, чтобы девка уразумела, что хозяин вернулся. А сысой замешкался. Потоптавшись на пороге, откинул деревянный засов и вошёл в горинку. Ставни на окнах затворены, в полумраке с яркого света даже и не разберёшь, что к чему там. Хотел по-хозяйски крикнуть, а поздоровался как-то неожиданно ласково. — Здравствуй, Ксюша! Что-то я не вижу тебя. Девушка сидела возле стола на лавке к нему спиною, подпёрла щёку ладонью и смотрела в узкую щель в ставне. Солнечный луч дрожал в темноте, как натянутая струнка, и освещал её чёрные волосы, длинную шею золочёной лентой ложился на плечи. И залюбовался с Исой. Хошь не хошь. Обнять бы её сейчас. Подхватить бы на руки. Но в прошлый раз за такую попытку с Исой попала цветочным горшком. По баламбешке бомбахнула. Несколько дней ходил с забинтованной головой. М? Пытка не пытка, а? И после этого из комнаты вынесли все тебе табуретки, все горшки с геранью, посуду из шкафчика у двери, и сам шкафчик тоже. Всё вынесли. И даже иконы сняли в углу, чтобы не полетели по бошке. А лавку, стол и топчан накрепко приколотили к полу гвоздями. На всякий случай. Но кулаки и ногти, зубы остались у ксуши. Не прибьёшь до полу, а? И Сысой не решался поступать, как хотелось. Ой, не решался. Сделав два осторожных шага, он встал за спиной у Ксюши, положил ладонь на её плечо и осторожненько погладил. Ксюша молча сняла Сысой его руку. Хм, хм, вскипела обида уязвлённого самолюбия, и вместе с тем забылось решение быть непреклонным. Положив на стол свёртки, он сел против Ксюши и заставил себя улыбнутыйся. Да вы ишь со всё, а? Ну, разве я тебя продал? Я ж купил. И за сколько? За царевную и ту меньше дают. И, положив руки на стол, стал сгибать палец за пальцем. Дом, лошадей, барахлишко в доме. А за что заплатил? Недельку с тобой погулял, и всё? Конец? Да разве это гулянка, когда всё селком-то, а? Подарки намеревался показать уже когда покориться, успокоиться, приласкается в виде награды за это, а? Но не получилось по-задуманному. Развернул один свёрток, посыпались на стол ленты синие, зелёные, шевельнул второй и показался атлас на юбку. Блестит, как лунный отсвет на тихой воде. А? Гля как? И посмотрел на Ксюшу. Она как смотрела в окно, так и продолжала смотреть. Нашу ей твои ленты. Только губу закусила. Тогда Сысой развернул вовсю ширь и атлас, и ленты, и жёлтую с красными маками шаль. Тебе всё это. Только тебе. И встал за спиной Ксюши и легонько толкнул её в бок. Напади. Обижаешься? Запер, мол, тута. Ну, казни. Да всё от тебя зависит. Скажи, никуда я не убегу. Побожись, и сразу все двери навстишь. Ходи, гуляй. В тайге, в тайге вон скоро ягода поспеет. Ешь не хочу. Любишь ягоду? Любишь? Молчишь. А утра какие здесь? Роса вон погрутишь. По ложкам туманы, какие пахучие. А сверху их солнышко золотит. Ну, побожись, Ксюша. Ксюша медленно встала. Высокая, стройная. В пояске рукой перехватишь. Коса чёрная, ниже пояса. Одна, а пора бы её уж побавьи надвое расплетать. Кровь прилила к голове сысоя. И протянулись опять руки. А-а-а. Но Ксюша их отвела. Ну, Ксюшенька, ну неужели тебе самой не хочется полюбиться, а? Ну, человек же ты, ну, не камень же ж. Жизнь же своё берёт. Скажи только слово. И все ставни навстишь тебе. Двери все навстишь, всё, что хочешь. живи тут на пасеке. Саушке, помоги полы помыть, обед сварить ему, пастирушку какую сделать. Батрачить не так уж много. Когда я приеду, чарочку тебе поднесу. А ты меня обними, приласкай за это. Так это же не работа, а сладость. Ну, согласна ты? Божиться не стану. Поверишь и так. Говорила размеренно, чётко, как льдинки ломала. Если хоть щёлку найду, тотчас сбегу. А прежде чем убечь, подожгу это осиное гнездо. Пусть горит синим пламенем. Веришь? И дрожь прохватила сысоя. Но он заставил себя рассмеяться. Хм. Посулила синица море зажечь. Да и рукавички прожгла. И лапки чёрные стали. Не обожгу. Да кто ты такая, помадка Вареньевна? Уйди отсюда. Задумала? Уйти? А куда? В публичный дом? Только туда тебя и возьмут. Лучше туда пойду. Врёшь, врёшь. Раньше, чем других мужиков ублажать будешь. Ты мне заплати за дом, за лошадей, за шубы, что я отдал Устину. Сам продам тебя в уличные девки, раз так. Исказилось и побледнело лицо сысоя. А злиться, значит, бессилен. Хотелось, чтоб Ксюша заплакала, закричала сейчас, чтоб была видна её боль вся навстишь. А она как молитву творит с какой-то внутренней светлостью. Иш-ка-ка. Щёлку одну оставь, в раз уйду. Молчи, отступил назад и размахнулся. Плётка ещё висела на ремешке, на запястье. И Ксюша проворно шагнула вперёд и схватила сысоя за поднятую руку. Хвать! Брось плётку. Мою кожу ещё Устин задубил. И обмяк сысой. Ксюша отпустила его запястье. Отступила к окну и села на прежнее место, спиной уже к сысою. И она всем телом ожидала удара сзади. Но скрипнула дверь и стукнула щеколда. А на столе так и лежали ленты. Зелёные, синие, красные. На жёлтой шале алели маки. И Ксюша уронила руки на стол. Уткнулась в них лицом и заплакала без хлипов, без причитаний. Ей чудилось, что весь прежде виденный мир, тайга и горы, Рогачёва и Богом дарованный, Устин и Арина, Всё это только лишь бред. А явь, вот она. Эти вот мрачные стены. И, наплакавшись, Прыльнула к стеклу. В щёлочку были видны заросли чёрной смородины. На волю хотелось так, Что, казалось, сквозь ставни и стекло Доносится их запах. Возле смородины торчит столб, И на нём сидит серый поползень вниз головою, Выглядывает своих букашек. И это надо ж так, Чтоб именно в тот момент, Когда заточение стало невыносимо тягостным, Когда впору головой об стену ударится, К окну прилетел серый поползень, Верный безропотный друг. Пташка! Да, все сторожатся в тайге человека. И птицы, и звери. А маленький поползень встречает его, Как друга. М-м-м. Серенький. Чёрные пёрышки возле глаз. Хм. Похожи, как на маску. Он сам зачастую прилетает к костру, Повисает на стволе вниз головою И внимательно смотрит. Знакомится. Ксюша всегда ждала этой встречи, Этой маленькой пташки. Да. Увидев поползня, Протягивал на ладони Приготовленные семечки. И поползень бесстрашно Спархивал вниз, Цеплялся лапками за Ксюшин палец И, схватив два-три семечка, Улетал недалёко. Потом, освоившись, Он сидел на ладони уже И делал запасы себе, Пряча семечки То под Ксюшину рукавичку, То за борт полушубка. И даже порой провожал недалеко, Перепархивая с дерева на дерево. Иной раз, казалось, Отстал, потерялся В густой хвой где-то там. А протянешь руку с подсолнухами, Всё, тут как тут. Вот он снова, Сидит на ладони. Пташечка. А сейчас бы нам вместе на волю В тайгу Полетали бы, Прошептала Ксюша. И как раз в этот момент Звякнул засов И голос Сысоя Выходи! Поползень, милый, Неужто свобода? Сердце билось Пойманной птицей. Стараясь не глядеть На этого Сысоя, Стараясь не выдать Своей радости, Вышла в кухню. Ой, только бы не побежать, Не заплакать, Не сгорбиться. И Ксюша прошла Через кухню. Поплыли перед глазами Печь и беленые стены. Лавочки. Сколько здесь света После горницы С вечно закрытыми ставнями. Аж голова Кружится. И Ксюша шагнула В сенки. Солнечный луч Дотронулся до щеки И погладил так нежно, Как в детстве Гладила мать. И Ксюша протянула К солнцу Свои руки. Дотронулся до щеки. Солнечный луч Сбоку открытая дверь чулана И оттуда пахнула Затхлостью. И вдруг неожиданный сильный толчок в плечо. И Ксюша упала на пол чулана И хлопнула дверь. Стукнул засов. Темнота. Только один терпкий запах мышей. И голос Сысоя из-за двери. Будешь сидеть тут, Пока не поумнеешь. И, заперев чулан, Сысоя прислушался. А может быть, позовет? Прощенье попросит? Или заплачет? Ну, тихо было в чулане. Ух, подлое! Ничем ее не проймешь. Прошипел Сысой И, засунув руки в карманы, Пошел между ульями. Шел и пинал подвернувшиеся щепки. Будто бы это они виноваты все, Что приходится неделями тут Уламывать девку. А тут еще отец попрекает в письме. Со всех сторон, значит. И, круто повернувшись, Пошел в избу. Там отыскал бумагу, чернила И, сев к столу, начал писать. Дорогой и любимый родитель наш Пантелеймон Назарович. Во-первых, строках шлю тебе Нижайший поклон и почтение, А также поклон и всей нашей родне И знакомым. Ты попрекаешь меня И поносишь, как только можно, Что я будто проиграл Устину Какие-то деньги, И не шлю тебе его долг. А это налгали тебе все? Да, налгали. Деньги все до копеечки Выслал по почте. А что дома не показалось, Так это дела задержали. Сам ведь учил, Что дело прежде всего. Вот, значит. Ну вот я и поступаю По твоему завету. Троиточие. И вздохнул. Вспомнилась. Жалко денег, Отправленных отцу. Ой, жалко. Еле выпросил их В эсеровском комитете тогда. Еле выкрутился. Как бы эти деньги Сейчас пригодились мне, а? А то жалко У пчелки под хвостиком. Эх, а все равно жалко. Хошь не хошь. И снова вздохнув, Продолжал писать. Ну а что касается девки, Так и вовсе ты напрасно Меня попрекаешь. Быль молодцу не укор. Позабавлюсь и выброшу. Девка покорная, Слухняная. Нехай пока поживет. И опять троеточие. Эх, да. Писал и никак не мог понять, Что заставляет его писать Именно так, значит. Очень обидно. Солдаток в селах, Как галок там, На каждом дереве, Курлыкают. И девок хватает. Но сысой отмахнулся От всех ник. О, поставил ставку На это золото. И ради чего? На единственную? А? В поисках какого-нибудь оружия Ксюша исползала пол шаг за шагом, Ощупала все стены, Каждую щелочку. Раньше здесь стояли Кадушки, Лагуны, Медогонка. На полках всякая утварь, Горшки, Дымари, Бутылки, Решета. Здесь же хранились И лопаты, И ножовка, И долота, И топор. Все оружие. Быстро очистил кладовушку Дедушка Савва По приказу Сесоя. Аж быстренько. И только в дальнем углу Оставил кошемный потник. И все. И, поняв бесполезность Дальнейших всех поисков, Ксюша забилась В угол чулана. В слуховом оконце Мигала одинокая звездочка, Безнадежно тусклая, Как обессилевший огонек. А по полу шныряли мыши, Искали исчезнувшие кадушки, Слобно пищали, Злобно, Дрались, Что их уже нету здесь. А ведь были. А Ксюше было не до мышей. Только когда какая-нибудь Невмиру шустрая пробегала По голым ногам или телу, То девушка сбрасывала ее, Как ни в чем не бывало. И мышь шлепалась себе на пол. И на какое-то время Возня затихала. Ксюша подбирала ноги Под сарафан, Силилась привести мысли В порядок. Но никак не могла. Подобно сухим листьям На осеннем ветру, Они вихрились, Сбивались В крутящиеся клубы Вихрями И уносились В беззвездную темноту. Что, Замыслил меня пересилить? Ну, посмотрим Сысой. Да, слухатели, Это продолжение Заключенное в тайге Находится в плейлисте Прямо под видео Там все наши аудиокниги И начало этой истории Тоже там Вы просили Вы заказывали Вот мы и маимо Маимо шо маимо Продолжение Вот так вот Заключенное в тайге Не забывайте Называется этот рассказ Там Одна или две Или тридцать частей Там несколько книг И эта книга Вторая или третья Это продолжение Услышимся завтра Как обычно В нашей темнице В горнице Восемнадцать ого Вместе с мышами Возьмите краюху хлеба Шо бы пошуршать А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова До завтра Покедова Покедова Восемнадцать ого Выходит у нас Новая серия Каждый божий день Все аудиокниги И все рассказы Находятся в нашем подвале Снизу Заходишь и там Целая библиотека Наших рассказов Старичок Заходи на пикничок Каждый божий день Восемнадцать ого Не пропустите А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова Споки-ноки Чипоки-а А на сегодняшний библиотек